Доброго дня, любители растений! Сегодня я вам покажу и расскажу об одном интересном растении, достаточно редком. Это пилея горлобоза. Миниатюрное растение, очень-очень удивительное своим видом, своими маленькими-маленькими круглыми листиками, суккулентными. Вот такими. Очень нравится и коллекционерам, и просто людям, которые удивляются формой этого растения. Пилея горлобоза произрастает в Эквадоре и Боливии. Это небольшое миниатюрное растение, максимальная где-то высота побегов 10-12 см. Она такая мягенькая, травянистая растение. Вся прелесть ее, конечно, заключается вот в этих вот круглых-круглых маленьких листиках, как будто усыпанные такими ягодками, не знаю, да, шариками растения. А листики суккулентные. Верхняя часть листа, она зеленая, а нижняя часть листа прозрачная и такая наполненная влагой. Вот. Красовенное растение. Очень необычное. Растение произрастает при освещенности от слабой достаточно до очень-очень сильной. На хорошем ярком свете растение окрашивается. То есть его окраска может варьироваться от зеленой до прям бордовой, бордовой окраски. Вот это вот сейчас растение у меня стоит под лампами. Лампы достаточно слабые, просто без какого-либо усиленного освещения. Но вот все равно видно, что растение окрашено. На самом деле у меня было растение более окрашенное. Ну вот это где-то среднее состояние по цвету. Также у меня есть еще вот растение одно, которое сейчас зима при недостатке света и уже питательных веществ. Вот оно такое зелененькое, подвытянутое. Здесь не только недостаток света сыграл, но и то, что растение очень давно вот в этой емкости и уже питательных веществ мало. А удобрять сейчас в зиму, да, при недостатке света, я этого не делаю. Поэтому оно немножко потянулось и зелененькое. Я люблю это растение, его можно долго рассматривать, любоваться листиками, любоваться метаморфозами, переставляя с места на место. Немножко расскажу про содержание. Все-таки, несмотря на то, что листики достаточно суккулентные, и в принципе это суккулентная пилея, нужно помнить, что это пилея, это не суккулент. А пилеи, они достаточно влаголюбивы. То есть у пилей, как правило, меленькие корешочки, очень тоненькие, очень меленькие, и они любят, любят, любят воду. Очень большая ошибка у многих за время того, сколько я содержу это растение, сколько у меня брали черенки. Ошибка в том, что растение, как правило, пересушивают, то есть его начинают выращивать как классический суккулент, но, к сожалению, для глобозы этого мало. А сейчас я расскажу, как оно растет у меня. То есть у меня это растение растет вот в обычном торфе, видите, он уже порос мхом, сверху порос мхом, снизу здесь нет отверстия, просто обычный торф. В этом торфе она год. Вот год. Вот за год он тут мхом порос. Поливаю я по мере просыхания. Иногда, поскольку растение достаточно взрослое, и ком полностью в корнях, я могу и подсушить. Это уже норм для взрослого растения, нормально. Для молодого черенка, конечно, подсушка может быть критичной. Но здесь корней много, и могу подсушить. Поливаю по мере необходимости, и в принципе все, больше я ничего не делаю. Еще один такой момент хочу озвучить о пилее. Пилее – это растение достаточно короткого цикла. То есть это не растение, один побег которого будет жить очень долго, счастливо, формироваться деревом, и как есть там многолетние, еще и по наследству можно передать растение. Нет, растение достаточно быстрого цикла, но его срок жизни короткий. То есть оно выдает побеги, побег не очень долго живет, он стареет и обновляется. То есть она расползается, распространяется и обновляется. Вот смотрите, совсем-совсем такой старый побег, он уже… у меня как деревце она тут получилась, да, потому что я ее подрезала. Достаточно старый вот этот маточник и старый побег. Но если бы я не подрезала, да, вот этой вот даже вот такой вот компактности и хоть какой-то вот красоты бы не было. То есть со временем вот такое вот начинается, побеги начинают клониться, они становятся некрасивыми, они ползут дальше, должны как бы упасть, укорениться, ползти. Это почвопокровное растение и достаточно обновляемое. Поэтому об этом тоже нужно помнить. Вот. Еще что интересно. То есть если вам вдруг пришлось обрезать верхушки и переукоренеть, не надо этого пугаться, это нормально для этого растения. Вдруг если вам кажется, что он недостаточно красивый или потеряла форму, мы просто берем, срезаем верхушки, переукореняем и все, и ростим вот дальше. Ну, либо вот как я, у меня есть и маточники, и укорененные. То есть вот это вот укорененные черенки, они еще не старые. Вот это вот старенькие уже, конечно. Вот. Поэтому думаю, что надо просто это понимать и не ждать от растения каких-то там чудес. Что еще про белеи можно сказать в общем и конкретно про глобозу? Белеи, как правило, часто суицидники. То есть они могут стоять-стоять, а потом вдруг что-то пошло не так, и они вдруг раз и пропали. Но это тоже обусловлено вот их ней такой нежностью, таким, скажем, быстрым циклом. Поэтому не бойтесь резать, не бойтесь переукоренять. Ну, такова, как говорится, плата за владение этой красотой. Вот. Поближе покажу. Сейчас такие красивые листочки. Сейчас на зум приближу, посмотрите. Вот еще, видите, цветочки? Это бутоны. У нас зацветает. Вот сейчас прям хорошо видно, да? Листики, какие они кругленькие, какая у них обратная сторона, да? Ну, цветочки, конечно, невзрачные, их и под микроскопом не разглядишь. Но все равно интересно, что она может цвести. Вот такая вот уникальная. Достаточно мало информации по этому растению. Сама решила почитать. Ну, да, трудно найти. Есть какие-то там маленькие выдержки, еще что-то, но ничего такого. Более-менее внятного. Ну, вот такая интересная пилея у нас сегодня была. Всем спасибо за интерес к растениям. Пишите вопросы, ставьте лайки. Всего доброго.